Моя тема логотерапевтический подход к понятию семьи. И это понятие логотерапии происходит от слова логос, смысл. Термин предложенный Виктором Франклом, великим австрийским психиатром, философом. И вообще человеком, который требует отдельной лекции, возможно даже на несколько часов. У нас в институте, когда вы проходите по коридору, с левой стороны 308 аудитория, это мемориальная комната Виктора Франкла. Можете посетить, посмотреть ее сегодня в течение дня. Там будут проходить консультации во второй половине, так что у вас будет шанс познакомиться те, кто не знает с этим человеком поближе. Личность легендарная, действительно человек, который является основателем так называемой третьей венской школы. Первое, известный психоанализ Фрейда. Второе, это индивидуальная психология Альфреда Адлера. И, наконец, Виктор Франкл, третья венская школа логотерапия. Логос, смысл, психотерапия, ориентированная на смысл. И невозможно говорить о таком контекстуальном, что ли, подходе к понятию семьи с точки зрения логотерапии, если мы не сделаем небольшой, хотя бы, по крайней мере, экскурс в такое понимание, судьбоносное понимание логотерапии, что она, что Виктор Франкл видел как человека, что за модель, антропологическая модель человека, которая была предложена Франклом. А уже дальше мы с вами сможем поговорить о подходе в контексте работы с семьей. И, в частности, я возьму только один аспект. Это работа с агрессией. Сегодня про это несколько было сказано, и я вот чуть больше эту тему разовью именно с позиции логотерапии. Тема агрессии, потому что она представляет особенный интерес, на мой взгляд, и важность, потому что агрессия возникает в семье сплошь и рядом. Это и какие-то взаимоотношения сиблингов, это взаимоотношения детей родителей, отношения родителей с более старшими родителями, это влияние внешних факторов на родительство. И на семью как таковую, на диалогические отношения в паре и так далее. То есть агрессия может как бы пронизывать все уровни и все формы существования семьи. Но вот как бы как логотерапия предлагает с этим взаимодействовать, об этом во второй части моего выступления. А сейчас буквально несколько слов по поводу взгляда Франкла на понятие, что есть личность, что есть человек. И он предложил именно такой трехмерный подход к понятию личности, такая трехмерная система координат, где две системы, два вектора хорошо знакомые и присущие любому живому организму. Это физика и психика, то есть это телесность и психика. Это то, что есть у человека, то, что есть у живых существ. Но человека отличает от других живых организмов наличие третьего измерения, которого Франкл назвал ноэтическое, от слова ноус дух. И это вот такое замыленное на данный момент понятие, не очень популярное, как духовность, которая сейчас придается некий дополнительный и в чем-то противоречивый контекст. Так вот, Франкл понимал под духовным, под ноэтическим измерением, это то, что действительно отличает человека. Это любовь, это забота, это совесть, это юмор, это способность дистанцироваться от психофизического в нем, по образному выражению Элизабет Лука, стать рулевым своей психофизической лодки. Когда действительно человек, в отличие от любого другого живого существа, может отодвинуть понятие голода, отодвинуть понятие сиюсекундной потребности в удовлетворении своих инстинктов в результате того, что есть нечто большее, на что он должен обратить свое внимание. Забота о другом, реализация каких-то планов, которые требуются вовне, фокусирование не на внутренних переживаниях, а на внешних обстоятельствах и событиях, некая принадлежность к чему-то большему, чем он сам, откликаемость на вызовы и зовы извне. Вектор направлен не сколько на свой собственный пупок, сколько на нечто большее, чем он сам, и некая призванность от слова быть присутствующим, быть нужным чему-то большему, чем он сам. И в этом плане, там в первом как раз круге и находится семья. Именно семья требует каждого индивидуала, каждого индивидуального члена этой семьи отдавать себя на благо чего-то большего, в данном случае понятия семьи. Когда мы говорим об этой трехмерной модели и считаем действительно целесообразным и правильным предполагать наличие этого ноэтического, этого духовного измерения, которое предполагает в том числе и такие забытые понятия, как священные понятия, как понятие веры, как понятие чести, достоинства, юмора, это чисто человеческая способность, ни одно другое животное не способно обладать этим понятием юмора. И это то, что помогает действительно человеку иногда с иронией взглянуть на эти психофизические ограничения в нем. Понятие самотрансценденции, предложенное Франклом, когда человек должен действительно найти вовне, найти в окружающем его мире, в природе, в людях, то, чему он может принадлежать, чему он может относиться, для чего он может найти свой собственный ответ и отклик. Это действительно некое посвящение себя чему-то другому. Это вовсе не растворение в этом другом, а наоборот обретение. Франкл говорил, что лучший способ самоидентичности это посредством именно отношенческих, отношенческих способов взаимодействия. Это именно через другого. Лучший способ понять, кто есть я, это соотнести себя с чем-то большим, чем ты. Я-ты, я-они, я-оно, я-мы. И только таким образом можно действительно понять себя лучше и действительно обрести свою идентичность. Франклу принадлежит такая совершенно замечательная метафора с самолетом. Мы все с вами знаем, что такое самолет. Видим его катящимся по рулежке, вот такое сооружение на колесах с крыльями. И когда мы видим его катящимся по взлетной полосе, мы знаем, это самолет, это не трактор. Но самолет становится самолетом только тогда, когда он взлетает, когда он реализует свое предназначение летать, сам лечу. Человек становится личностью тогда, когда реализует свое предназначение быть человеком. Это не такая простая задача. Это действительно сложно. Это сложно откликаться на вызовы изовы смысла. Это сложно отодвигать свое психофизическое. Это сложно находить дистанцию между я и мой симптом, я и моя проблема. Видеть ее со стороны. Действительно непростая задача посвящать себя другому человеку, посвящать себя социуму, посвящать чему-то большему. И при этом осознавать собственную уникальность и неповторимость. Потому что другого такого нет. И вряд ли будет. Скорее не будет. И действительно в этом смысле общая картина мира, она будет неполной без каждого из нас. Но мы ценны только тем, что мы являемся уникальной частью чего-то большего. И в этом плане вот как раз идеи Франкла, которые лежат в основе логотерапии, они представляются на данный момент, на сегодня, пожалуй, наиболее актуальными в силу тех обстоятельств экономических, финансовых, и уж тем более политических, наиболее подходящими, наиболее актуальными. Если мы будем говорить про семью в контексте именно взаимодействия с агрессией, я во многом буду ссылаться на Элизабет Лукас. Это ныне живущий, пожалуй, как Франкл и называл, величайший практик логотерапии. Ей 73 года. Она является почетным профессором нашего института. Уже проводила один семинар. В этом году будет еще один ее семинар. У нас здесь есть ее книга «Практика логотерапии». Как раз вот по материалам этого повседневного семинара и видеозаписи там в коридоре можете познакомиться и приобрести другие книги по логотерапии. Они действительно хороши. Это первые книги по логотерапии на русском языке после Франкла. И как раз во многом я буду говорить, ссылаясь на нее. У нас существует лого-модель. Фрустрация рождает агрессию. Весь животный мир испытывает те или иные фрустрирующие на него воздействия зне. На гуся нападает хищник, волк встречается со своим коллегой, им нужно бороться за право существовать в этом мире. Возникает некая ситуация, которая рождает какой-то отклик, который может являться агрессивным с точки зрения именно биологии. Бежать или же оказывать какое-то сопротивление, оказывать какие-то боевые действия. Гусь будет убегать, потому что он не в состоянии справиться с агрессором, с нападающим. Волк будет биться. Так устроен животный мир. И это действительно очень важная способность быть агрессивным, потому что это позволяет сконцентрировать эту энергию для того, чтобы адекватным образом соотноситься с ситуацией, адекватным образом на нее реагировать. Либо убегать, прятаться и сохранять свою жизнь, либо вступать в бой для того, чтобы дать отпор агрессору. Для этого нужно состояние агрессии этому биологическому организму. Человек тоже существо, которое относится к разряду животных. И тоже испытывает в результате фрустрации состояние агрессии. Причем в данном случае под фрустрацией может подразумеваться не только внутренние, но и внешние обстоятельства. Какие-то удары судьбы, с которыми сталкивается человек. Там природа, погода, потери близких. Кто-то наступил на ногу, накричал. Какие-то потери, горести, страдания. Все вот это вот попадает, залетает в это панно жизни человека извне. Плюс еще какие-то внутренние переживания. Внутреннее заболело, закололо, душа болит, что-то не стыкуется. И это состояние тоже фрустрирует человека. И рождает какой-то агрессивный отклик. За что мне это, и почему со мной это, и чем я провинился. И разного рода другие подобные эмоциональные отклики, которые действительно возникают в результате вот этого возбуждающего агрессивного энергетического состояния. И это присуще человеку как живому организму. Но только человек, в отличие от гуся, лисы или еще кого-то, может не давать мгновенную реакцию, бей или беги. Только человек может иметь выбор, как ему с этим обращаться. Какой отклик он может дать на эту фрустрирующую ситуацию. Не всегда, не всегда это именно человеческая способность. Требуется в данном случае такой, отреагировать из точки зрения, если это удар, то ударить. Если это воздействие, которое превышает ресурсы человека, убежать. Человек в этом плане действительно может иметь несколько вариантов обращения с этой ситуацией. И это не так просто. Потому что человек должен рассмотреть все возможности адекватного человеческого личностного отклика на вторгшуюся в его жизнь ситуацию или те или иные обстоятельства. Это действительно не такая простая штука рассмотреть все возможности. Все возможности, которые подходят для данной текущей ситуации. Возможности масса. Причем первым делом приходят в голову самые нелепые возможности. Как, например, Элизабет Лукас приводит пример девушки, которая бросилась под поезд в результате развода родителей. Девушке 17 лет. Таким образом она протестовала против развода родителей. И когда она работала, ее спасли и отправили на реабилитацию. И первые возможности, которые ей присущи для того, чтобы как-то относиться к этой ситуации, даже вздумайтесь, 17 лет она протестует против развода родителей. Уже, в общем-то, вполне в состоянии сама вести свою взрослую жизнь. Тем не менее, она настолько сильно привязана к родителям и не соглашается с тем, что происходит между мужем и женой. И рассматривая, какие возможности у нее есть, она начинает фантазировать, ну еще раз брошусь. Или же возможность убить каждого из них, сесть в тюрьму, и вот таким образом, значит, развода не будет. Дальше идут уже другие возможности, которые более адекватные. Написать письмо родителям, пойти к психологу, поговорить с друзьями, уйти в поход, потому что родители всю жизнь протестовали против того, чтобы она вела какой-то самостоятельный образ жизни и переживали за нее. Идет перебор огромного количества возможностей. Их действительно масса, но выбрать нужно только одну. Остальные умрут. Как Лукас говорит, очень красивую метафору вырвать самую осмысленную возможность и спасти смерти, потому что реализовать человек может только одну. И перед нами действительно стоит такая колоссальная задача. Если мы возьмем одну, а остальные канут в небытие, то это должен быть самый правильный выбор, самый осмысленный выбор. Это непростая задача. Эта задача требует усилий. И вообще человеческое существование требует усилий. Куда как проще вести такое растительное существование. И в этом плане быть человеком это совсем непросто. А при этом еще быть человеком в разных ролевых моделях это там трижды непросто. Если мы говорим про агрессию, говорим про отклик человека на ту или иную ситуацию, можно я присяду, мне так будет виднее то, что я написала, иначе я подвинусь. Но периодически я все-таки буду выходить, чтобы рисовать кое-какие рисунки. Сюда перейду. Может быть. Спасибо. Это мой. Это мой? Нет. Это больше было. Прошу прощения за вынужденный перерыв. Черт, очевидно. Надо просто туда посильнее. Куда маячки делись? Не знаю, свет. Я осталась без глаз. Я же их видела. И кто-то забрал, наверное. Спасибо. Прошу прощения. Что у нас происходит, когда мы сталкиваемся с человеком, которого, ну, можно назвать агрессивным, который ведет вот такой уже иррациональный образ жизни, когда речь идет о том, что у этого человека есть некое, ну, вот, скажем так, впечатление о нем, что он злой, что он агрессивный, что он нелюбящий. Это складывается из того, что человек действует по привычке. Когда один раз тот или иной способ реагирования принес ему какую-то пользу, впоследствии этот способ реагирования закрепляется, становится привычкой, и после привычка, в общем, как бы формирует человека. Когда-то в детстве я прочитала такую пословицу. «Совершишь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу». В этом смысле, вот, некий привычный такой способ реагирования характерен тем, что человек не выбирает стратегию поведения для каждой конкретной ситуации. Он здесь действует по некому стереотипу, он не прикладывает усилия, он действует как гусь или лиса, он не останавливается для того, чтобы сделать осмысленный выбор. Он действует, вот, что называется, по наитию или же там по привычке, таким образом уже формирует свой характер. От привычки можно отказаться, можно ее переформировать. И для этого существуют три пути, которые как раз и предлагает логотерапия. Эти три пути, вскользь их назову, а дальше более подробно. Первый путь – аутоагрессии, второй путь – крысиный путь, и третий путь – надежды. Вот эти три пути, которые как раз и предлагают различные сценарии того, как действует человек в тех или иных ситуациях. Эти ситуации мы с вами тоже так коротко рассмотрим. Первый путь, который полностью отсутствует у животных – это аутоагрессия. То есть это тот путь, когда человек в ответ на получаемый извне или изнутри удар, на некую фрустрацию причиняет себе повреждение, причиняет себе боль. По этому принципу работают эндогенные депрессии, по этому пути развивается алкоголизация. Это все пути некого такого самоповреждения в ответ на неспособность совладать с той или иной фрустрирующей ситуацией. Мужчина, который поссорился с женой, напивается. И это и есть путь самоповреждения, потому что те действия… Почему это называется таким понятием, как самоповреждение или аутоагрессия? Потому что те обстоятельства, с которыми человек не может совладать, ему нужно дать какой-то отклик, ему нужно каким-то образом отнестись к этим поражающим факторам. Но он не в состоянии вынести это за пределы своей личности, он причиняет таким образом вред себе и таким образом ведет, что называется, принимает злоупотребление и ведет несоответствующий образ жизни, который совершенно точно не добавляет ему лет жизни. Второй путь, я сейчас вот так коротко, может быть, про каждый, но более подробно остановлюсь на этом самом крысином пути. Ну вот, если схематически все это представить, то это может выглядеть следующим образом. Боюсь, что… Есть, 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 да, вот я… Вот мы с вами представим нашего человека, который испытал какое-то агрессивное воздействие. Ну, в данном случае, извне. Если некоторые, может быть, смотрели или помнят, есть такой… Был такой замечательный датский художник Биттруб, у которого вот там комиксы он так рисовал, и там была такая замечательная картинка, это когда босс орёт на своего подчинённого, подчинённый, он же не может ответить боссу, он, значит, идёт, понурив плечи, домой, жена подвернулась, он орал на жену, жена не может, жена на ребёнка, ребёнок вышел с собаки, значит, дал пинка, собака вышла, укусила босса. То есть, в общем, круг замкнулся. На самом деле, вот как бы про этот круг мы ещё с точки зрения психологии как бы поговорим. Итак, у нас есть человек, который испытал какое-то агрессивное воздействие. Ему нужно дать какой-то отклик на это. У него есть как бы три возможности. Первая возможность, о которой я говорила, это аутоагрессия. Он направляет вот этот вот как бы сильный удар, который на него был, который попал на него, он обращает его против самого себя, муж, поссоривший с женой, напивается. При этом есть такая очень интересная закономерность. Вот агрессивный муж, агрессивный отец, он говорит таким образом, что, вы знаете, почему я агрессивна? Меня никто не любит в моей семье, поэтому у меня ничего другого не остаётся, как быть агрессивным. А семья, если мы её спросим, скажет, а как мы его будем любить, если он такой агрессивный? Курица или яйцо? Кто же виноват в этой замкнутой цепи? Кто стал сначала агрессивным, потому что его не любят, или они перестали его любить, потому что он был агрессивным? Второй путь, который вот Элизабет Лукас называет крысиным путём, это путь, когда агрессия направляется на невиновного. И здесь как раз вот эта вот иллюстрация с Биттрупом, она была такой показательной. И почему крысиный путь? Вот Лукас привела такой довольно известный из такой классической психологии пример, когда это ещё в середине прошлого века ставился эксперимент. Крыса, умное животное, вживлён был ей в лапку электрод, который управлялся дистанционно, и при воздействии крыса получала сильные болевые ощущения, и очень быстро научилась. В клетке был сделан специальный рычажок, она нажимала на этот рычажок, ток отключался, крысе было хорошо. То есть очень быстро она этому научилась. Посылался сигнал, боль, рычажок, боль проходит. Всё было прекрасно. Причём она настолько в это втянулась, что даже посреди ночи, когда она спала, и это причиняли, не открывая глаз, она бежала, нажимала на рычажок, и всё было замечательно. Эксперимент на этом не закончился, потому что очень важно было понять, что же является врождённым, что же является сформированным. У крысы до этого эксперимента, ещё до вживления этого электрода, была подружка, ну, в общем, другая крыса, с которой у неё был такой неплохой контакт, крыса вообще очень социальное животное. И когда уже электрод был вживлён, через какое-то время к ней подселяют эту подружку и повторяют этот эксперимент, снова действуя тока, боль. Что делает крыса? Ваше предположение? Кусает подружку. Да, она кусает подружку. Причём она чётко совершенно знает, как прекратить боль. Кусая подружку, боль не проходит. Она продолжает её кусать. Она помнит, она знает, она научена, что нажмёшь на рычажок, всё пройдёт. Нет, она тупо продолжает кусать. Причём, что делает подружка? Подружка, как любое животное, откликается. Она кусает свою первую, крысу номер один. Крыса номер один. И они грызутся до смерти. Этот круг, вот этот порочный, замыкается, потому что вспомнить о том, что я знаю, как устранить эту боль, не приходит в голову. Человек не крыса. Но зачастую поступает, такая маленькая крыска живёт в каждом из нас. Это очень важно для воспитания, учитывать вот эти вот особенности. И вот этот крысиный путь, когда мы свою агрессию переориентируем на невиновного, а это именно крысиный путь, находит огромное количество подтверждений в семье и вообще в жизни, если в широком масштабе на это смотреть. Действительно, тот самый отец, агрессивный отец, который испытал какое-то негативное воздействие извне, посредством отношений на работе, приходит и отыгрывается на жене. Это и есть крысиный путь? Жена тоже может передать это отыгрывание по наследству, ну, по наследству в кавычках, по цепочке детям, а дети научаются такому способу реагирования. И это уже рождается некая, даже такая более массовая, что ли, патологическая схема, которая может перерасти и в развитие социума. И политические конфликты, военные конфликты устроены таким же образом, что кто-то нападает, другой вынужден как-то откликаться. И в этом плане этот путь никогда не остановится, никогда не прекратится, если не вмешается человек как человек, человек как личность. Если он захочет разорвать этот порочный круг, остановившись в какой-то источек вот этого патологического воздействия. Есть еще одна вариация этого тоже неадекватного способа реагирования с агрессией, когда человек посылает свой агрессивный импульс обидчику, возвращает злом на зло, око за око, зуб за зуб. Вот сейчас мне хочется привести такую совершенно... Спасибо опять за это Франкл, он сделал на этом особый акцент с хронизацией Беркинвальди. У него такая замечательная совершенно пьеса, короткая, но ее за 9 часов буквально написал, где в вымышленную реальность помещается Сократ, Канн, Спиноза в ситуацию концлагеря. Удивительное совершенно произведение. И там они рассуждают на тему истории из Библии, когда Каин получил печать Господа за то, что Каин первый убийца, который убил своего брата Авеля. И Господь его за это наказал, поставив на нем печать. И люди, которые видели Каина с печатью, гнали его, потому что он был наказан Господом. Отказывали ему в любви, в хлебе, в крови. То есть таким образом исполняли, казалось бы, Божью волю. Но в этой пьесе Франкл задумывается вот о чем. Бог уже наказал Каина, поставив ему эту печать. Бог его наказал. Зачем же люди продолжают его наказывать? Зачем они берут на себя эти функции, не присущие им? Человек может дать другому любовь, заботу, кровь. Он может простить его, потому что уже есть тот, кто наказывает. Это не есть око за око. Мы должны оборвать эту цепь насилия. Потому что если не мы, то кто же? Ведь каждый из нас может в какой-то момент, в какой-то момент своей жизни действительно остановиться. И тот самый агрессивный отец, который всякий раз говорит, я злую, потому что меня никто в этой семье не любит, да вообще меня никто не любит. Он может пойти по другому пути, позволить себе, заставить себя напрячься, постараться рискнуть, пойти другим путем. Тем самым путем, который Лукас называла путем надежды. И это действительно надежда и ничто большее. Всего лишь надежда. Это всего лишь шанс, никаких гарантий. Никаких вот там кровью выписанных доказательств того, что это сработает, это всего лишь путь надежды. И этот путь надежды заключается в том, что тот самый наш агрессивный отец, который вроде бы имеет все основания быть злым, его же никто не любит, вдруг решает оборвать эту цепь. Он. Он оборвет эту цепь. И он, вот такой совершенно банальный пример, придет домой, принеся дочери какой-то модный журнал, сыну какую-то игрушку, жене цветы. Казалось бы, такая простая вещь, и можно представить себе, что мы будем ждать мгновенного результата, что жена сразу бросится на шею, сын сразу начнет играть в машинку с папой, дочь скажет, боже, как прекрасно, хочу с тобой поговорить о вечном. Ничего этого не произойдет. Жена подозрительно посмотрит на мужа, может быть, ей это и понравится. Возможно. Возможно и нет. Возможно, она подумает, так, что-то тут как бы нечистое. В этом смысле я там своего сына вспоминаю, когда я ему говорю, Саш, я тебя так люблю. Чего тебе надо? Вер уже такой, в общем, как бы в этом плане отклик. Это родит сначала какую-то ситуацию, реакцию недоверия, родит какой-то в этом плане непонятность, даже озабоченность, даже, возможно, настороженность. И мы должны, как терапевты, работая с таким агрессивным отцом, говорить ему, чтобы он ничего не ждал, не ждал ничего взамен. Что вот этот поступок, он сам по себе ценен. Это так называемое, как Лукас это говорит, ссылаясь на Франкла, мы полируем свой памятник, памятник своей жизни, не больше. Слушай, ведь смотрите, раньше считалось, здесь мы с вами должны понять такую логотерапевтическую модель человека, личности как таковой. Раньше считалось, что человек это так называемый, ну, как бы черный ящик. Что в него вложили, то он и выдал на гора. Человек, который не испытывал любви от матери в детстве, не научается любить во взрослом состоянии. Человек, который испытывал насилие в детстве, такая детерминистическая модель, не сможет любить уже будучи взрослым. То есть у него такая вот причинно-следственная связь. Если у него был пьющий отец, и как Дюма про это очень хорошо говорил, Дюма сын, ведя разгульный образ жизни, и когда ему говорили, ссылаясь на его отца, что папаша тоже был в этом смысле не слаб, он говорил, это прекрасно меня оправдывает, то, что у меня корни такие, что у меня отец, генетика такая, я не виноват. Алкоголик в седьмом поколении, я бью своих детей, потому что меня били, куда я могу деться. Вот эта вот как бы идея того, что что вложили, то и выложили, казалось, работает. Если тебя не любили в детстве, теория психотравмы, теория стресса, что с тебя вложили, то из тебя и выложили. То есть тебя не полюбили, и ты никогда не полюбишь. Это нонсенс. Логотерапед совершенно категорически не признает. Человек – существо решающее, человек – существо отвечающее. И в этом плане, если, понятно, если мы получаем какой-то плюс, нас любили, нам, казалось бы, легко тоже любить в ответ, хотя зачастую далеко так и не бывает. Но именно потому, что мы даем в ответ, тем мы и являемся. Как понять, вот когда говорят, это любящий человек, или это злой человек, или это, не знаю, тонкий человек, не потому, что он получил, а потому, что он дает. Я добрая, если я проявляю добро, а не потому, что я получила добро в свой адрес. Я любящая, если я люблю, а не если меня любят. Я воровка, если я ворую, а не если у меня украли. Я тот, что я осуществляю, что я выдаю, чем я хвалюсь в плане своих действий и поступков. Это меня формирует, я это есть. И в этом плане мы свободные существа, мы недетерминированы тем, что попало в нашу жизнь. У нас может быть любое детство, но именно человек решает, каким ему быть. Меня никто не любил, меня били, у меня там до седьмого колена алкоголики были. Значит ли это, что я таким и буду? Да нет, ни разу. Много примеров приводится, когда человек, который действительно испытывал влияние алкоголизации своих родителей, сказал, я оборву эту цепь и построил дом для детей жертв вот этого самого насилия, жертвы алкоголизации собственных родителей. Когда вы спросили, почему? Потому что я знаю, что такое пьющие родители. Есть два варианта ответа на вопрос, почему ты пьешь? Потому что у меня все пили. Второй вариант, почему ты не пьешь? Потому что у меня все пили. Я отвечу вся, один в поле не воин, один в поле воин. Человек решает, как ему ответить на тот или иной вопрос, той или иной ситуации. И здесь у нас получается, что таким образом мы полируем свой памятник. И этот отец, который приносит цветы, даже не рассчитывая на какую-то благодарность, он уже становится любящим. Не факт, что в ответ ему кинутся на шею и как-то... Он уже в этом плане стал другим. Это уже некая такая полировка собственного памятника. Это уже сама по себе сильная идея, которая точно поднимает чувство собственного достоинства, то есть чувство собственных ценностей, того, что ты не лукавишь самим собой, что ты действительно делаешь что-то очень важное и ценное, без того, чтобы получить какую-то квитанцию или ответную благодарность. Это уже само по себе то, что украшает, улучшает этот мир. Если я там подниму фантик, никто этого не заметит, это не значит, что этот поступок сам по себе не ценен. Он ценен, потому что стало чище. Просто сам по себе этот факт имеет некое значение. И в этом плане вот этот путь надежды, он действительно кроме надежды ничего не дает. Но он меняет человека, он действительно делает его осуществляющим вот эти очень важные вещи. Лукас приводит пример молодого человека, который был направлен к ней на терапию. И это была терапия, вот некое такое противостояние агрессии, когда молодой человек, очень молодой человек, в результате ссоры с родителями пошел к бассейну, где лежали загорающие, отдыхающие люди, испытывая состояние такой жуткой фрустрации, агрессии, наступил на лицо загорающему человеку. В результате этого был сломан нос, была сильная травма, и его направили на психотерапию. И именно вот как, не то чтобы управление гневом, но по крайней мере некая такая альтернативный способ взаимодействия с сложными невыносимыми переживаниями для неуравновешенных людей. И Лукас работал с ним именно в контексте того, что человек не должен то, что с ним происходит, передавать дальше. Он должен как-то отреагировать. Мы существа, которые не можем контролировать возникновение тех или иных эмоциональных переживаний, но мы точно можем контролировать свой отклик. Каким образом мы будем этот отклик создавать? И в этом плане работать с тем, чтобы снизить уровень агрессивности у этого молодого человека, ну, вряд ли представляется возможным, но даже и неинтересным с точки зрения логотерапии, куда как интереснее смотреть, как ты можешь, в какой вектор ты выберешь, в какое направление, какой путь ты выберешь для того, чтобы вот эту энергию, а ведь агрессивная энергия, куда ее направить наиболее осмысленным образом? Ведь можно действительно наступить на лицо другому, можно пойти и, там, я не знаю, родителей, совершить какое-то преступление против них. Можно, как сейчас очень модно было одно время разного рода психологические техники, побить подушку, побить, там, грушу. Это совершенно не рабочий инструмент. На какое-то время это снижает уровень вот такого эмоционального возбуждения, но ведь конфликт остается неразрешенным. И попытка разбить вазу, разбить, там, ударить грушу, выпустить из подушки, там, перья. Это, по сути, все равно в какой-то степени сильный путь, потому что, ну, чем ваза-то виновата? Груша, подушка. Они-то, в общем, здесь как бы никаким боком не являются тем, что были источником вот этого агрессивного проявления. И это главное, что не сильно-то и помогает вот такого рода методике. И здесь, конечно, очень важно найти наиболее адекватный способ распределения вот этого эмоционального возбуждения, вот этого подъема, вот этого адреналина. И здесь как раз вот эта вот духовная, аналитическая способность человека, когда он получает такой колоссальный энергетический подъем, он и как раз и позволяет эта человеческая способность направить, направить наилучшим образом вот то, что он может сделать, испытывая это возбуждение. Это, ну, в какой-то степени еще не ставшее, но могущее стать воодушевление. Лукас приводит пример, и на этом примере как раз я вот и хочу проиллюстрировать саму, ну, в чем-то такой, может быть, идеалистичность. Франкла часто обвиняли в идеализме, даже когда он отправлял свои книги в Советский Союз, а цензура вернулась в эти книги с пометкой «Идеализм». Франкл бы этому страшно рад, потому что, в общем, как бы прекрасно. Он много раз говорил, что нас обвиняют в идеализме, потому что мы считаем человека лучше, чем он есть. Но если мы считаем человека лучше, чем он есть, он таким и станет. Если мы человека воспринимаем хуже, как преступника, как бонзита, он таким и станет. Лучший способ. Он как раз к своим воспринимателям так и относился. Вот. Наверняка Франкл с Макаренко был незнаком, но как интересно, что это вот, это витает в воздухе, и это, в общем, как бы про одно и то же. И, кстати, очень многие идеи и у Выгодского с Франклом тоже пересекаются. Так что здесь есть… У нас есть еще время? С ума сойти. Ну, в общем, я коротко сейчас про эту ситуацию обрисую, которая действительно может вызывать некий такой идеалистический привкус. Но он хорош, если мы действительно хотим идти путем надежды и верить в то, что человек действительно станет тем, каким мы его видим. Возвращаясь к началу своего доклада, когда я говорила, что самоидентичность человек обретает посредством связи с других, посредством отклика от других, а не сколько фокусируясь на своем собственном «я». И вот этот пример стюарда на корабле, который в прекрасной белой форме разносил ужин команде, в том числе капитану на каком-то прекрасном лайнере. И капитан всегда требовал бифштекс такой сильной прожарки. И принеся этот бифштекс капитану, стюард оставил его, капитан начал резать, увидел, что он не прожарен. И кинул этот бифштекс в спину уходящему стюарду. Вся форма пришла в негодность, человек почувствовал полное унижение, никак не мог ответить. Напился в этот же самый вечер, и его чуть было не уволили, потому что это нарушение дисциплины на корабле, а у него беременная жена, и он единственный добытчик. И, в общем, как-то все совсем плохо, человек полностью упал духом, и его направили на терапию, и он попал по счастливому стечению обстоятельств, именно к Элизабет Лукас, который этот случай как раз и описывает. Сейчас, чтобы как-то совсем ужаться, работа шла в двух направлениях. На предмет того, как должен был бы поступить капитан, как должен был бы поступить стюард. Как должен был бы поступить капитан? Конечно же, он абсолютно должен понимать, что этот стюард ни в чем не виноват. Виноват повар, который не прожарил. Если уж идти разбираться, то идти к повару и говорить, дорогой повар, почему ты мне приготовил такой бифштекс, напиши себе большой лозунг капитану подавать хорошие прожарки. То, что он поступил таким образом со стюардом, это красивый путь. Он обидел невиновного, который никак ему не мог ответить. И в этом плане, что может сделать наш стюард? Задача не из простых. Стюарду нужно найти момент, когда, не сейчас, когда он в момент вот такого возбуждения, обиды, это бесполезно сейчас каким-то образом выстраивать какую-то коммуникацию, но в момент, когда наиболее подходить, там, на следующий день, когда капитан будет не сильно занят, подойти к нему и сказать ему, что это не заслуженно было в его адрес, то, что он бросил этот бифштекс, и я, стюард, был вынужден стирать два часа форма, а потом напиться и чуть не потерять работу. Это было несправедливо. Конечно же, капитан может, услышав это, сказать, да, приношу свои извинения, я действительно был неправ, вот вам два дня там отпуска. Чаще всего можно ожидать совсем другую реакцию. Он же вышел по служебной лестнице, вообще, как, ты кто такой? По какому праву ты тут говоришь мне, что мне делать и как поступать? Иди отсюда и вообще больше не приходи, там, с подобного рода, знай свое место, ты кто тут такой? Это, скорее всего, такое будет развитие сюжета. Но, услышав, услышав свой адрес, капитан, то, что он поступил несправедливо от стюарда, даже если он его, как бы, прогнал, не согласился, это слово сказанное, это уже стало реальностью, это уже стало некой истиной, это уже предметизировано. Возможно, это не будет в данный момент им осознанно, но это было произнесено. Поэтому для капитана это тоже может иметь какой-то бонус. Но куда как больше бонус это может иметь для стюарда, который ничего не добился, казалось бы, не получил извинений, не получил заслуженных дней на отдых. Он получил куда как больше, он получил чувство собственного достоинства, что капитан свободный человек, он может реагировать, как любой другой человек. Каждый из вас может сейчас выйти из истории, вы свободные люди, это право каждого, это нормально. И в этом плане капитан может отреагировать тоже, как ему хочется. Но я поступил по совести, я сказал, что это несправедливо. Я сделал это в наиболее подходящий момент. Я не упал грязь лицом, я был человеком. Даже если ничего не произошло, уже много чего произошло. Я ушел человеком. И это немало. И это немало для собственного достоинства. Если мать видит, что купив ребенку мороженое, и сказав ему, все, пошли домой, ребенок в гневе бросает это мороженое на землю, мать начинает на него наезжать и ругать, это бесполезный путь. Поиск компромисса будет заключаться в том, чтобы объяснить ребенку, что он направил свою агрессию не по адресу. Он рассердился на мать. Причем же тут мороженое? На него потрачены деньги. Это путь аутоагрессии для ребенка, который лишил себя удовольствия, лишил себя вкусного, лишил себя мороженого, бросив его на землю. И как можно поступить? Это требует времени, это требует усилий. Объяснить ему, что мороженое не виновата. И в этом плане это мороженое сейчас ухудшило окружающую обстановку. Неплохо было бы его собрать, убрать и выбросить. Ты на кого рассердился? На меня. Давай с тобой поговорим на эту тему. На что ты рассердился? Почему ты рассердился? Что нам надо? Это требует времени. Куда как быстрее? Ладно, пошли, побежали. Но, по крайней мере, это некий такой путь научения ребенка прерывать эти замкнутые порочные круги насилия и действительно включаться, прикладывать усилия в выстраивание диалогов. Редактор субтитров А.Семкин